Бирюзовый Значит здесь у нас с тобой разбавитель для нас не красок Кисточку там не моем, не промакиваем Только маканием берем Жидкость для разжижения Взяла жидкость Взяла белильца Сделала сметанный замес Взяла цвет фона Это будет голубой И розовый Полностью избавилась от белого Полностью Полностью Избавилась от белого Хорошо? Распределительно Распределительно Давай Сделала тряпочку Сделала Тряпочки у всех есть, да? Сделала такую фигушку И всю краску, которую ты положила Успокоила Дораспределила и степень мокрости И распределенность краски на колстке Распределила Потом взяла розовый Желтый Волосы Начинаешь набрасывать Прямо вот такими Смотри, тряпка уже дает эффект множества волос, да? Волосы Волосы Начинаешь набрасывать Лицо Штрихом по цилиндру Начинаешь набрасывать Волосы Светлые партии пока делаешь вот таким способом То, что у нас очень светло, делаешь пока вот таким способом Хорошо? Давай И помощнее И нам не нужно здесь стирать Нам нужно, чтобы свет прозвучал То есть там насадить все-таки фоновую историю Вещество Тональностью Фонового Пятна Тогда вот это пятно Прозвучит Оно нам нужно пока как подсказка Значит вернуть И тональность И распределенность краски Тряпкой Сюда Насадить более темный Это будет Вот эти двое, которыми ты уже делала Плюс коричневый Будет хорошая тональность Теневая Вот так Тоже тряпкой насадить ее Вот так тряпкой Насадить Насадить И тогда Вырезать Свет Чтоб он Ну просто пока был обозначен Краску здесь Накладывать не такими кошмарами Вот посмотри Как отличаются то, что ты положила От того, что я положил Хотя Задача Ничем не Не сложная То есть я не брал краску И вот так не делал Вот так я не делал Я растолкал Растолок краску Там И тогда Укладывал ее сюда Хорошо? То есть вот это прекратить Давай Я не разжижал Значит На этом этапе Когда мы заложили краску на пол Нам больше не нужно напрасное разжижение Перемолоть Перемолоть Сделать Быть внимательнее Хорошо? Потому что Ну не разжижал я краску И не создавал этих плешей И это и напрасной мокрости Значит Перемолоть Перемесить краску Чтобы снова Установилась сухомятка Давай Давай Я тебе кстати красными не предлагал это делать Да? Я тебе предлагал розовый брать Ну будь внимательней Вот такая сухомятка Вот такая плотность вещества Нам нужна В этом месте Вот такая Дополнишь до низа Розовый с коричневым Даст теневой цвет Начнешь набирать и его Чуть больше коричневого Чуть меньше Начнешь набирать Что касается светлых пятен Вот этих Будешь брать Белильца Желтильца И чуть-чуть розовидец Чтоб не чистый Желтый С белилами А немножко Сральжевитый И вот так Раздавливательно Уложишь Этот милк Возьмешь розовенький И чуть-чуть на края Выйдешь С легким Звучанием Теплоты Возьмешь более смуглый цвет И тоже Посоздаешь Крупные Локоны Хорошо? Похожим образом Сработаешь и здесь Давай И начнешь Коричневый Розовый Искать Искать силуэт Обозначенный Обозначенный Губ И прочее На лице Ладно? Вот Это Кагмий Редко используется А? Кагмий Он Лучше В чистом виде Он Не очень Выгоден Замес Что? Почему? Идеальное состояние Политвы Для Этой Задачи Не знаю Почему Тебе хочется Ее Образить Смотри Как Тряпка Легко Дает Ее Гокон Почему Не стоило Разжижать Тогда Краску Потому Что Смотри Кстати Ты ж не наполнила Я тебя начал Наполнять Ты так и не наполнила Ну Подожди У нас же еще есть Где же Смотри Мастихином Не надо Здесь вырезать Это Ни к чему Замечательно Решает Этот вопрос Замечательно Так вот, почему нам не нужно было разжижать совсем, когда ты помнишь, что начало с разжижения? Нам нужна эта вязкость, потому что именно в этой вязкости, смотри, она прекрасно моделирует, густота и вязкость прекрасно моделирует эту структуру. Ну и темные сейчас сюда тоже, доподложишь. Так, что касается, значит, здесь донополнишь, разбеленно, разбелый, разбелый, да? Хорошо? Ну и начнешь личико уточнять уже. Амбразурка глазика. Амбразурка глазика. Зрачечечек, зрачечечек, разбеленности белков. Сначала вот так тихо, без особой контрастности. Вот так тихо. Вот это вязкое состояние краски очень моделируемое. небольшие порции краски и распределительно, распределительно укладываешь их. вот они, вот они, вот такие мутные. Вот эту вязкость прямо держать до последнего. Она очень удобна, очень моделировательна. хорошо? И здесь донополни. Хорошо. Возьмем и маленькую кисть для этого. Сначала возьмем коричневый, розовый и весь жесткий рисунок с коричневым, с розовым. Начнем делать жесткий рисунок с коричневым, розовым. Не торопимся вводить сразу холодный цвет. Даже эту точечку внутри тоже поставим пока теплого цвета. Вот эти щели между губами. Красный и коричневый. Сами губки снабдим более красивым цветом. Таким приятным цветом снабдим. Чуть-чуть вот этого настроения дадим. То есть червячковости губам. 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 Хотя жесткость красивая получилась. Не будем взбивать ее, пусть эта жесткость, рубленность сохранится. Я хотел сначала взбить эту линию чуть-чуть, но звучит. В этом же ключе глазик переместится чуть-чуть. Подрежешь белилами, только исходя из того, что глазки пыли. Смотрите, места стоит тоже добрать. Здесь ты не добрала, смотри, седины розового. Есть там седой цвет. Седой. А свет желтит. Буквально перемеливаю на разбил желтого. Но не густой краской, смотри, а перемолотой вот такой. Помнишь, когда ты густоту начала? Вот таких густот не создаем, а создаем тишину вот эту, густоту, которую потом заслонят эти хвостики. Здесь тоже обозначишь. Тенисто обозначишь вот эту архитектурку. Так. Хорошо. Еще более светло. Подложим волосы. Создадим условия для нарядного цвета. Уже чистый разбил с желтым. И вот такое кричащее состояние белил. Кричащее. Плотно, да? Смотри, плотно лежит краска. Плотно, да? Плотно. Плотно, яйца. Плотно. Вместо сверху. Вместо сверху. Снова попробуешь вытащить, вытащить и тоже чуть-чуть старо-леживиночкой легкой. Хорошо? Давай так. Здесь тоже чуть-чуть адаптируешь, адаптируешь одно в другое. Ставил задачу вот такую. Вот эти вот черви, они некрасиво смотрятся, они некрасиво смотрятся, а вот такие цельные, цельные смотрятся. Правда? То есть не червячки, не червячки и уж тем более не этим пальцем. Этот палец не умеет это делать. Если умеет кто-то, то вот этот палец. Какой? Вот этот. И не острием, а лежачкой. Так. Значит это все прекратить. Хорошо? И лучше вернуться к тряпочной укладке, как мы и делали. Все-таки вот эту. Вот эту укладку. Вот эту. А чего смешали? Краплакку с этим? Желтым, да. А еще белой немножко? Нет, белого не плавала. Так что вот это движение. И здесь тоже можно вот это движение. Смотри, оно постепенно наращивается, наращивается и получается эффект вот этих волосиков. Желтым себе на палец заведи все-таки. Нижди, когда я выдам. Когда я пошла, а потом. Вот такие. Вот такие. Смотри. Вот оно. Множество. 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 Так. Вот это натоптанность тоже некрасиво. Красиво. Подштрихованность. Свет желтит, а не седой. Поэтому здесь хочет появиться желтота. Седина. Она тоже несколько седа. Но она иначе седа. Она седа как свет, а не как... Посмотри, какая вкуснятина, да? Это свет сразу. Потому что пока это был только седой. Здесь седина есть вот в этом пространстве. Вот в этом. Но нет ее на свету. На свету желтит. Желтит свет. И моделировательно его укладываем. Не вот этими. Вот эти полностью прекрати. Хотя тебе здесь удалось это эффектно сложить. Но все-таки. В большей степени работаем. Моделировательно, а не вот этими чирками. То есть общим жестком, да? Да. Желтота дает эффект света. В том числе в данном случае и в этих рефлексах. Это же рефлекс света. В этом месте. Всюду, где светик погуливает. Всюду желтяненько. Средний палец. Средний палец. Ага. Да, да, да. Я думаю, как-как-как. И какие-то напишечки. Не вдевай дальше. В таком ключе. Хорошо. И почитательный палец. Вполне. И pied zeigen. Был perdre лазь. Тqiain sätt утечка.